всем добрый вечер здравствуйте всем приветствуем так секретом чуть чуть подальше подвинем чтобы помещались в кадр вот это я конечно с прической со своей делай как у меня ну что мы приглашаем всех сегодня на вебинар здравствуйте италия ялта как нас слышно как видно так отлично вопрос на каком языке формировать проекта английский обязательный да вы можете формировать проект на русском на немецком на вашем любом языке но английский обязательно ресничка попал поэтому без без английского языка мы не сможем принять ваш проект на платформу всяком случае в данной текущей версии мультиязычность присутствует но она у нас больше для для блога присутствует пока мы работаем над платформой опять же не забывайте что наша платформа из немножко до исторических времен и мы ее сейчас будем полностью перерабатывать чтобы она соответствовала всем всем работа еще много ну да всем всем треб требованием текущего времени соответствовало всем стандартам так ну что давайте с чего мы начнем давайте немножко мы расскажем о том что происходит сейчас в дубае дело в том что в дубае сейчас слетелись практически но очень большое количество лидеров которые планируют здесь проводить встречи которые планируют здесь открывать новые рынки и конечно мероприятие которое мы планируем но никакой такой не грандиозная хотя наверно будет очень 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 красивая но опять же самая самая задача мероприятия это чтобы чтобы ответить на вопросы которые накопились у людей чтобы пообщаться чтобы презентовать платформу чтобы показать мощь и потенциал нашей платформы потому что на самом деле друзья мы с вами создали некое что-то уникальное да и вы видели что в чате в чате у нас сейчас появилось появилось видео где немецкие лидеры сразу объединились и одним таким сильным призывом призвали сейчас как можно быстрее отфинансировать два детских проекта я вижу что уже коины начали нарабатываться поэтому я думаю что мы эти проекты очень быстро отфинансируем так давайте по так все очень классно всем привет на чем зарабатывает платин компания с площадки платим хиро очень хороший вопрос ни на чем дело в том что площадка платим хиро как говорится герои деньги не берут площадка платим хиро абсолютно бесплатно и это площадка платим хиро является частью инфраструктуры нашей крипто системы платим коин и предоставляет свои услуги абсолютно абсолютно бесплатно так давайте посмотрим что у нас есть итак друзья ну что давайте наверное мы посмотрим у нас сейчас андрея тут нет никого не потому что все дороги все дороги достаточно хорошо смотрите у нас на самом деле очень классная новость в том плане что пятницу ночью пока все спали запустили мы не спали и мы запустили нашу площадку платим хиро давайте мы ее вам покажем мы ее вам покажем и чтобы вы сразу понимали сегодня также у нас запусть так запустилась сейчас секундочку сегодня также у нас запустились остальные проекты у нас в день открытия было всего четыре проекта это наш пелси банк наш проект по недвижимости и платежи народ банк был один и только спустя несколько дней появились три остальных и вот сегодня вся полная линейка которая есть на платформе на доступно ну да вы видите что банк он набирает обороты 8270 монеты это мы еще в принципе ничего не говорили не про банк ни одного вебинара ничего недвижимость ну только пробуется это достаточно серьезная серьезный проект или серьезных кошельков платим дел тоже начинает сейчас пробоваться опять же люди пока еще не понимают не знают что это как-то проект милард собрал уже 532 монеты ну я думаю что верно и все они на втором месте возле него стресс собрал 400 пелси это вообще классно так амарона клуб 21 и тому подобное здесь потихоньку набирается на что я хотел обратить внимание дело в том что мы сейчас с нашей платформой наводим немножко фурор на рынке крипто крипто индустрии и люди сейчас очень большим вниманием и очень пристально смотрят на нас и в принципе они ждут что же будет дальше как это все будет развиваться мы выбрали для запуска систему лоу старт слоу старт это значит медленный запуск размеренный почему ну потому что к нам уже прилетает достаточно солидный трафик или дос прилетает и все остальное поэтому мы сильно не не пиаримся не пушимся сейчас потому что нужно запуститься запустить все проекты создать такую массу из продукт из проектов с которой мы начнем работать и уже под после этого объяснить до сделать объясняющие вебинары насчет того как она все будет работать потому что нам нужно сделать еще много видео видео маленьких роликов и чисто познакомство с платформы обязательно нужно да и люди должны сначала почувствовать проверить покликать тут коин закинуть там коин закинуть тут получить комиссию там получить комиссию но я хотел бы особенно обратить внимание ваши на два проекта это так как мы все равно находимся в русскоязычной зоне я бы хотеть платить ваше внимание на проект милана и на проект кирилл это два маленьких ребенка милана и кирилл которые нуждаются в нашей помощи и я считаю что нет ничего да там в принципе небольшие суммы по 25 тысяч вроде если не ошибаюсь монет нужно собрать и сегодня еще в таком экстренном режиме поступил еще один проект мы не успели мы не успели запустить его на платформе я думаю что мы в течение там дня двух завтра там послезавтра сможем разместите этот проект возможно если он не нас нами она коротко о нем расскажет почему я хочу обратить ваше внимание именно на благотворительные проекты друзья мы сейчас будем делать серьезные обороты мы сейчас мы хотим чтобы наша монета полетела на тысячу и выше и я считаю что сначала нам нужно сделать что-то хорошее для вселенной чтобы вселенная обратила внимание на нас и прислала к нам еще в 10 тысяч раз больше всего хорошего вы же знаете да закон десятины если ты хочешь чтобы к тебе пришел большой капитал когда тебе начинает любой капитал приходить десятую часть должен отдавать на благотворительность дело в том что здесь с этой платформы мы можем ничего не отдавая все равно исполнять этот закон и десятины и половины и даже все есть такие меценаты которые все жертвуют все можно это сделать но можно помочь ему человеку ни одному ребенку а все понимаете вот есть такая такое выражение особенно богатые люди с этим встречаются что не в невозможно всем помочь а я а мы теперь говорим что возможно реально вот возможно вот вам платформа чтобы помочь всем и я думаю что это самое правильное если первый проект который реализуется на нашей платформе будет действительно помощь ребенку или нуждающемуся понятно мы не строим платформу для благотворительности мы строим платформу для всего но я думаю что вот это вот первое первый сигнал в космос должен быть именно сигнал доброты сигнал нашего сердечного тепла действительно того что и что и воплощает наша комьюнити наши люди то совсем другие собрались наши комьюнити это просто реально на самом деле сейчас это очень реально помочь всем людям которые есть на этой площадке на площадке и сегодня я алекс могу тоже смотрите я подпадался чуть-чуть показать тот мы сейчас говорим с вами платформе мы говорим о краудфандинге но мало кто понимает насколько глубоко технологии блокчейна бакшита в данный проект то есть платим хиру это не просто благотворительность краудфандинг поиск сбор нет это фантастическая работа с точки зрения вот железо технологии техники которая никогда никем кроме нас не воплощалась и я могу рассказать про партнерскую программу про смарт-контракты про это все вот наша с вами платформа представьте себе заботу если смарт-контракт обеспечивает каждого человека кто проделал работу однажды единожды вы пригласили человека он стал донатором он просто увидел хороший проект он к него задонатил и это позволяет нашей платформе за единожды проделанную работу награждать всех участников и донаторов и спонсоров игр от фанда игрокового им проект олнеров и проект скаутов то есть и это все на базовом самом начальном фундаменте блокчейны и смарт-контрактах я думаю алекс мы можем показать это чуть позже могу это показать сейчас вопрос как или транзакции отображаются ваших личных кабинетах что это прямо вот уже работает вот сейчас блокчейн уже награждает каждого кто сделал данного доброго и человек давай можешь передать экран дал я могу передать экран так демонстрация экрана открыть использовать приложение так сейчас нам игорь покажет да так одну секундочку не знаю почему на макбуке очень долго все работает надо провожу медленно этот макинтоши свои рабочие машины просто не могу честно как без рук вот на самом деле но никто же тебе не отбирать давайте пока ты подключаешь я отвечу на вопрос первый вопрос когда будут зачислен 10 процентов годовых для держателей боксов по акции друзья эти 10 процентов уже давно я сказал что в этом году они начисляться не будут потому что мы практически разослали все боксы сейчас последняя партия 5 тысяч вот и сколько у нас партия 5-6 тысяч 5 тысяч монет монет я все монет 5 тысяч боксов у нас сейчас производстве и это этими 5 тысячами боксов мы в принципе закроем последнюю последнюю последний долг перед людьми которые все еще боксов ждут потому и мы планируем все-таки до конца года если карты ляжут скажу все звезды сойдутся если опять нам наши поставщики не пододвинут все сроки из-за короны и не сошлются нет то мы все все боксы достаем откуда берутся фиатные деньги для финансирования проекта если у всех просто замораживаются коины кошельки друзья исходите из того что все люди почему-то имеют монеты монет на самом деле практически ни у кого нет те лидеры у которые у которых есть монеты они их замораживают у себя на год в ферме потому что 30 процентов в год это просто какая-то феерия и и этих этих 30 процентов их же нет практически ни у кого скажи мне как только тоже очень было да и поэтому поэтому все монеты которые приходят в рынок они в принципе свежие это значит что значит свежие это значит кто-то их продал но тут их купил значит люди люди которые хотят поддержать проект которые хотят получить карту в банке проекте с банком участвовать которые хотят хотят с 30 процентами скидки купить себе квартиру в берлине да на минуточку для новое жилье не какое-то старое которое можно купить а новое не один вот я вам сразу вот вы например сейчас инвестор из россии или русскоязычной страны или русскоязычного пространства вы хотите обосноваться в европе вы хотите получить себе визу хотите себе 3 10 вам нужно жилье вы можете купить только называемый бы штанс и убили то что уже построенная есть новенькая красивая современная вам нельзя купить по закону вы не сможете этого сделать если там не будете кита сумасшедшие схемы с бешеными откатами использовать но все равно это будет нелегальные потом вас могут наказать по плане что дадут вам вид на жительство лечит и а здесь в этом проекте вы можете воспользоваться всеми преимуществами купить новенькое жилье сможете использовать этот факт чтобы перебраться в европу ну это я сейчас вам не даю никаких конфликтация просто говорю что если у вас есть жилье даже логично что можно в принципе на это претендовать параллельно вы можете это использовать как инвестицию и это очень круто потому что это это действительно очень крутая вещь попробуйте много жилье купить в европе но мы сейчас поступим следующим образом я сейчас покажу скрин кабинета который сделал транзакцию донатную и дам ссылочку на блок explorer чтобы вам покажет это через не знаю почему мой не хочет коннектиться или сединками так настроена но что-то в общем не работает и сейчас в личное сообщение с дошу можно прикоспринимать на дальше следующее значит откуда берется откуда берется фиат дело в том что все люди которые покупают 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 монеты представьте такую игру ставьте ставьте монополию монополию на день вот вы берете покупаете за реальные денежки эти фишки монополии и вот этими фишками вы строите вы их передвигаете вы их откладываете вы их экономить и пока ваша фишка движется по игре между людьми денежки лежат в экономике и они никуда не двигаются и когда вы уже на двигались на игрались на зарабатывали на пользуюсь вы идете в экономику и забираете за и за эту фишку денежку действительно из экономики и точно так же все работает дело в том что когда вы покупаете монеты и когда мане на монеты большой спрос рынок накачивается ликвидностью становится все больше и больше все больше и больше денег закачивается именно в крипто рынок возьмем тот же самый bitcoin откуда у него ликвидность но это деньги пользователей которые купили bitcoin на на рынке и потом когда за что вы можете продать bitcoin точно также за деньги пользователей которые хотят купить bitcoin и точно также здесь в нашей системе это все проработано только в нашу систему вливаются дополнительные средства из проектов из производства из из например вот недвижимость построиться она же есть есть производственный какой-то расход а есть рыночная цена и так все равно есть вот это вот гэп да это промежуток маржа по-русски и в результате вот эта маржа она жизнь она же не в компании она не у нас она ни у кого вы получаете долю от этого но эта маржа остается в рынке потому что этот производитель эту квартиру потом же заплатил коины и продаст значит платим коин становится полноценным платежным инструментом в своей собственной крипто системе это уникальная вещь когда вы в ваш рынок накачивает не только деньги что только деньги это же еще услуги это продукты это производство это строит на строительство это бизнес это стартапы произвели произведенные какие-то финтековские вещи да например это и многое-многое другое плюс благотворительность это тоже с это тоже ресурс почему потому что комьюнити растет а что такое комьюнити это дополнительные вливания в рынок очень серьезных средств поэтому вот именно из этого товарооборота создание продуктов создание бизнесов и вращение средств в крипто системе она и обеспечивает вас ликвидностью оттуда и берутся деньги из рынка так это ты не дал да да то есть можно просто показать данную ссылку я расскажу что здесь показывается и заодно может быть уже кто-то из наших партнеров замечали своих кошельках непосредственно транзакции донатные хотя они не совершали и давайте мы сейчас просто посмотрим на просто на простом примере да я надеюсь что у вас я могу передавать экран на очереди лище что мы не просто можно открыть за демонстрация экрана а я мышкой мышка то будет видно да моя шана почта мне не передается и к лица хорошо давай резинка логой скрыть давайте я попробую его закрыть и мне кажется меня маке лишь давайте я сделаю так все да вот сейчас я могу показать данный браузер да так вот что мы видим хорошо смотрите можно вернуться пожалуйста на экран там где комнату то есть в комнате мы с вами видели я скриншот из личного кабинета в нашу комнату я загрузил слайд там делают как раз таки была эта транзакция а как это вернусь да то есть все просто то есть пожалуйста теперь нажмите на презентацию презентация вот они сейчас все люди видят о том что у нас есть транзакция совершенная в амароны club размером 20 платинкой здесь есть хэш транзакции и непосредственно период заморозки то есть смотрите как работает смарт-контракт то есть это не просто правило по некому адресу блокчейне но еще и интеграция с нашим комьюнити у каждого из вас я уверен если сейчас просить если у вас главный кошелек то всех ответят что есть и это не может быть иначе представьте себе что все партнеры которые есть в первой линии у вас выплатим коем они регистрируются нет без регистрации платен хиро не просто авторизуются просто заходят в свой кабинет на плате хиру через логин и породы потенку и аккаунта и если эти партнеры совершают донаты то пять процентов от каждого доната в первой линии начисляется непосредственно в ваш главный кошелек и это гарантировано смарт-контрактом то есть здесь уже не вы алекс не можете это изменить не я не наша техника никто нельзя никого забанить то есть это просто невозможно если у вас партнер есть в первой линии он сделал донат на ваш главный кошелек пять процентов отправляется железобетонно это уже не я не алекс никто либо другой не может изменить и вот смотрите откройте пожалуйста теперь нашу демонстрацию только нам нужно будет нажать на в комнате с демонстрацию экрана показать в комнату до пошарить экран но у нас уже делается мнение не мы сейчас показываем слайды нам нужно включить наимно показывать экран но потом уже все включено нет 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 верните пожалуйста комнату хорошо странно было его теперь нам нужно влево вот в менюшке демонстрировать экран да вот теперь мы все показываем теперь все отлично ничего себе да и вот теперь мы на экспортере только нам нужен экспортер ссылочку которую мы открыли последнюю вот это вот смотрите то есть пример того как происходит начисление в главный кошелек то есть вот последние две транзакции это транзакции которые были совершены в смарт-контракт с наградой проект амарон и проект банк здесь 2 2 2 3 транзакции смотрите то есть в левой части экрана мы видим кошелек который непосредственно совершил сам донат с правой части мы видим кошельки которые участвовали в этом смарт-контракте то есть здесь мы видим непосредственно сумма заморозки 20 плц и вот он кошелек который спонсорский вот этот кошелек получил пять процентов это ровно один плц то есть если у нас 20 коинов была сумма контракта процентов это ровно один коин и он уже на кошельке этого пользователя который подожди значит это уже спонсор да это спонсор получил пять процентов свой доступный баланс что там то с этим спонсор нормально тут уже накопал да и вот он видит эту транзакцию и вот он видит всех участников потому что это блокчейн это открытая книга здесь все все видят писаете вот еще у него один пришел а это вот еще один а это уже фирма уже фермерский контракта ничего себе нормально он дает так вот еще один да а это смотрите вот видите да сейчас кошельки которые непосредственно принимают участие в дальнейшем это кошельки которые используют светлые светлые до которые освободился а серенькие то которые скоро освободят да но самое главное алекс вот это все это старый explorer это то что сейчас находится в разработке будет очень красивый ну я сегодня показывал как сказать по секрету всему свету алекс уже одобрил будет гораздо красиво это тоже до 5 5 5 монет улетели спонсора вот спонсор 25 евро заработал донат в стоп и отцена 5 он получил так ну классно а 10 это получит 10 маша конечно а 10 он получит 10 этот получит тот который заморозил 100 если он что смотрите да если если проекцию а если если вы горит от 20 получит это просто это на смарт-контракте и самое интересное что вот эти вот все данные которые сейчас они есть но понимаете сама технологии в том что вот у меня сегодня спросили игорь а что а ты считаешь самым сложным а я не понимаю как медведь на этот запрос вот честно когда юра гагарин летел в космос что было сложнее его тренировать двигатель создать ракету построить стартную площадку построить ну все вместе да я считаю это главным и блокчейн наш блок explorer представьте себе что никто ранее не мог позволить себе отображение смарт-контракта а если и по так показывали то они изначально над этим работали мы же сейчас на этапе работы причем колоссальной у нас сейчас получилось выпустить платформу которой алекс нет нигде вот это вот мало кто сейчас понимает но вот честно еще два слова меру реально пойдут мурашки по телу какой лес а на ты лес чемпионат мира по мурашкам у него реально вот он как показывает у него такие они они аж прыгают и а какая работа предстоит то есть обновить блок explorer чтобы каждый человек мог зайти на кошелек увидеть там информацию обновить приложение поскольку так как мы зависим от блокчейна продумать сразу же изначально то что поведется в блокчейн вот когда последний почему пятницу вечером выпустили да то есть мы знаем что потому что мы неделю и пытаемся каждый день пытались запустить его уже все работает на тест найти все хорошо идут на продакшене а вот никто не мог даже вот вот я говорю правду никто не мог об этом подумать и все равно мы победили все равно мы это сделали но в ближайшем будущем будет еще лучше будет информативней каждая циферка с датой все будет грамотно показываться и это вам большое поддержкой вам большая помощь вам большое спасибо за то что все кто здесь присутствует дождались и смогут оценить вот по-настоящему данный продукт который сейчас представлен вам на самом деле друзья я сегодня я сегодня разговаривал с немецкими лидерами и они конечно видят и банк и они сфокусированы на обороте они сфокусированы построить на построении структуры и мне как и у них только сегодня вот мы сегодня сели все это обсудили и когда они мы прошли вот поэтому русскому проекту русскоязычного да с милана из кириллом подумать у них только сейчас открылась такая какая-то не знаю седьмая чакра есть и и я не хотят мы поняли это просто бесконечный спрос номина монету потому что благотворительные вещи никогда не заканчиваются никогда не заканчивается спрос на товар а никогда несколько не заканчивается спрос на услуги никогда просто это не заканчивается и И только растет, растет и растет. Через, как ты думаешь, размещать проекты через 4 недели слишком спортивно? Вполне возможно, но лучше не говорить. Не говорю, да. 8 недель. Это вполне реально. Вот через 4-8 недель мы сможем предложить вам размещать свои собственные проекты. Понятно, вы будете проходить модерацию, но представляете, сколько проектов придет на платформу. И я хочу сейчас еще дать слово Антонине, если она нас слышит. Хочу, чтобы она рассказала про проект, потому что на самом деле сегодня мы говорили не больше не про бизнес. Мы сегодня действительно говорили больше про успех и про в той форме, что нужно сфокусироваться. Нужно разжечь огонь, нужно зарядить всех энергией, чтобы отдать вселенной десятую часть, десятину надо отослать, чтобы оно опять начало приходить к тебе обратно в десятикратном размере или даже больше. Дети мне пишут, что папа, мы по тебе скучаем. Посмотрите, я начал говорить о добром, мне начали дети писать, что они по мне скучают. Антонина с нами в чате, я думаю, что можно дать им микрофон. Дай, пожалуйста, микрофон. Антонина, добрый вечер. Микрофон, да? Дед Алт, просто ей нужно ее включить. Все. Так, я делаю фотографию на всякий случай и отошлю детям. Пусть видит, что папа в прямом эфире. Антонина, да? Здравствуйте. Да. Антонина, добрый вечер. Да. Да, у нас сегодня, конечно, такой тежный вебинар. У меня немножко такая тема. Я даже не знаю, как это сказать. Дело в том, что мы уже привыкли к деньгам. И даже нельзя сказать, что мы привыкли. Но во всяком случае размеры он просто немножко в разы отличается от тех, что мы раньше имели. И когда вот сталкиваешься с такими моментами, когда работаешь бок о бок с людьми, с которыми разговариваешь каждый день, и их настигает беда, иногда даже не знаешь, с чего начать. И только потому, что мы находимся в платинкоин, ну, это, наверное, просто какое-то… Ну, я не знаю, кому вообще благодарить. Я понимаю, что благодарить нужно Аликса, благодарить нужно компанию, благодарить команду. Но мы можем действительно делать очень большие, великие дела. Наш замечательный партнер, ее все знают, Светлана Зоева. Она давно работает в компании, с 2017 года. Это очень добрый, интеллигентный, профессиональный. Я даже не знаю, какие еще пяти, это говорит человек, и ее настигла беда. Три года и наша медицина неправильно… Три месяца и неправильно ставили диагноз. А сейчас, к сожалению, очень поздно. И нужна просто срочная операция, потому что у Светланы просто очень большое кровотечение, и она не знает, что делать, а наши клиники без денег, к сожалению, помощь не оказывают. И я просто благодарна всем, что для нас это просто копейки. Да, 30 тысяч монет, может быть, если умножить на 5, это действительно много. Но я знаю, что это ничто по сравнению с тем, чтобы спасти жизнь человека, нашего с вами коллеги. Сейчас опять расплачусь, я прошу прощения. Дело в том, что это все в силах, и это действительно можно. И мы можем не только Светлану спасти, а вот таких детей, как показывал Алекс. И от этого становится еще лучше, что не только деньги миром правят. Деньги для чего-то нужны. И когда достигаешь какой-то определенный уровень, ты понимаешь, что лучше отдавать. Все, я уже плачу. Спасибо большое. Я хочу сказать, что ребята, в наших руках спасти жизнь нашей Светланы, потому что время идет просто на часы. Спасибо. Антонина, Алекс, скажи. Мы сделаем все, что сможем, чтобы ускорить этот процесс. Единственное, что у нас система еще не подготовлена до такой скорости. Мы не можем в течение нескольких минут, секунд, часов, или даже дней выставлять проекты. Нам всегда нужно за дело примерно в неделю. Но я думаю, что мы сейчас уже придумали, как это все сделать. Я думаю, что завтра Игорь с Дмитрием все решено. Вся команда, абсолютно вся техническая команда готова. Я не могу объяснять, я не хочу, это не нужно, как это все работает, но сделаем так, чтобы в ближайшем будущем, уже буквально, может быть, сегодня, может быть, завтра данный проект появится на нашей платформе. Пожалуйста, все, кто сейчас с нами, не будьте равнодушными, потому что… Опять же, я понимаю, что мы не строим благотворительную площадку. Не только благотворительную площадку. Я просто хочу, чтобы, возможно, наш первый проект начался, ну, не только с денег, потому что это же ничего никому не будет стоить. Потому что это, в принципе, да, заморозил, заработал еще на этом 10%. Спас человеку жизнь и, в принципе, поддержал всю экономику, всю криптосистему и показал, что система работает, потому что это сейчас первая спасенная жизнь, потом будет вторая, десятая, тысячная, миллионная. И на самом деле это и есть сила криптовалюты. Люди не понимают, для чего нужен блокчейн. Они не распознали его свободу, его возможности, его мощь. Потому что ни один доллар, ни один евро, никто сейчас вот именно в таком… Если только человек не сжалится и сам от себя кусок не оторвет, но подобные возможности, подобные способности нет ни у фиатной валюты, ни у другой криптовалюты, ни у кого. Она есть, это суперсила только у Платины. Поэтому Платин Хиро, потому что у монеты Платин Кони есть суперсила. Она может все. Может спасать, может лечить, может строить, может зарабатывать, может летать, может все делать. Все ограничено только вашей фантазией и желанием это реализовать. Вот и все. Понятно, если будете лежать на диване, ничего не делать. Ну, тогда, в принципе, даже банка пива кто-то должен вам принести, или вы сами ее должны как-то притащить домой, но она сама не прилетит. Поэтому, друзья, давайте начнем с благотворительного проекта. В принципе, у нас сейчас получается три благотворительных проекта, два ребенка, один человек, которому срочно нужна помощь. Давайте начнем с посылов во Вселенную, с чего-то хорошего. Потому что я говорю о том, что монета Платин Койн пришла на рынок, чтобы стать номер один. Не номер два, не номер десять, не номер двести, а номер один. Ни одна монета на рынке не может делать то, что можем делать мы. Ни у одной монеты нет этой суперсилы. Ни у одной. Назовите одну. Общите в чат, у какой монеты есть суперсила, вы все их знаете. Возьмите топ-100. Какая монета может решить сейчас эту проблему? Кто? И вы увидите, что таких нет. Ну, понятно, что можно сейчас взять сумму денег и отправить. Но опять же, попробуйте 30 тысяч отправить сейчас в России, в России, в Дубая, Германии. Только местные, конечно, сейчас могут отыкнуться. Ну, или с огромной такой пачкой документов, от кого, за чего, и так далее. Ну, да. Поэтому, хорошо, Антонина, большое спасибо. Мы немного сейчас отвлеклись. Но на самом деле это не просто, что мы там отвлеклись. Это действительно, возможно, судьба, что именно в этот день пришел человек со своим запросом, со своим кликом о помощи. И именно, возможно, этот проект призван поставить нашу платформу на пробу. Что мы можем? Показать, на что мы способны. Так, давайте показывать, на что способен платинкоин. Победите. Да, тем более проект свежий. Мы не успели на него ничего не отреагировать никак. Так. Есть технические, да. Но победим. Благотворительные проекты прославят платинкоин на весь мир. Благодарю за ваш труд. Это все очень-очень круто. Я горжусь тем, что являюсь партнером. Поймите, ни одна компания не может это предложить. Я видел, как я изучал этот проект. Эти проекты других компаний, например, Каяни и другие, они достаточно большие американские компании, но по факту у них тоже было, ты покупаешь продукт на 19 долларов, тебе какие-то там картошку куда-то посылают. Да, часть. В результате это все по-нашему, как говорится, все... Как сказать? По-русски нормально. Короче, это все где-то пропало, никто ничего не получил, в результате это все пропало. И такие проекты много. Вроде начинают заниматься благотворительно, что вы понимали, есть статистика, посмотрите в интернете. Если благотворительная компания, и это вот реальный факт, помогает из собранного бюджета свыше 4%, то это крутая компания. Подождите, а еще где 96%? А вот где-то вот... Где? Где деньги? Получили 100%, помогли на 4%, а 96% где? Понимаете, в чем дело? А в нашей системе ничего потеряться не может. Вы поддержали компанию, вы видите, куда оно пошло, что это за человек, у него есть сертификаты, почитайте, у него есть видео, вы настолько стопроцентную прозрачность увидите. И точно так же бизнес-проекты. Если вы завтра захотите выставить бизнес-проект, вы знаете, что фонд не украдет ваши деньги, что их не проинвестируют, вы хотели проинвестировать в вашу компанию, а проинвестировали в соседа. Такого не произойдет, потому что блокчейн будет от а до я все отслеживать и гарантировать прозрачность, честность, безопасность и справедливость. Вот в чем наша платформа. До того, как смарт-контракт начнет работать, безусловно, администраторы, аккаунт-менеджеры, которые будут курировать проекты, отсмотрят любое содержание. Если это содержание не нарушает правил, только тогда проект публикуется. То есть можно настрочить что угодно, но это не значит, что это что угодно будет на сайте. Именно поэтому все проекты проходят модерацию, наличие картинок. Вот помните, да, как у нас был, вот когда на этапе формирования, фотография с просто открытой рукой. То есть и это недопустимо, потому что разные культуры, разное какое-нибудь там отношение, то есть это все модерируется. И бизнес модерируется, благотворительность, все это модерируется. К нам гости пришли. К нам гости пришли. А как вы зашли, интересно? А у нас раз и открылся. Да ладно, такого быть не надо. Перед Лидией просто закрытые двери открываются. Проходите. А мы сейчас, у нас сюда, друзья, поприветствуйте наши бриллианты. Мы онлайн. Переходите. Всем тренды 20-го года. Все в трендах. Да. Андрей, с вами нет? Всем привет, Андрей. А, уехал. А, уехал. На самом деле, я стучался. Вот помните, я стоял, махал фонарем, специально, чтобы адрес открыл. Мне сейчас, представляете, подходит, показывает монеты, двери открываются в Дубае. Вы только в банке так не делаете. В банке так не надо делать. Просто сейчас вот ребята приходили, у нас сейчас большие съемки были, и они стучатся, в двери открой, потому что у вас монет нет с собой. Вот почему. У меня есть, но там вот одна. Ну вот, поэтому двери не открываются. Давайте дальше. У нас есть тут вопросы. Так, что у нас, это, конечно, все хорошо. Ну, я хочу сказать свое мнение, то, что вот в чате люди пишут про школы. Дорогие друзья, дорогие гости, они обязательно будут. Вот проведем встречу в Берлине, я хотел сказать, в Дубае, сделаем этот ивент, который будет 14-го числа, и сразу же возобновим школы. Вот самое главное, чтобы вернуться на рабочее место уже с нормальными компьютерами и быть готовым во всеоружии. То есть и сразу же будем учиться и смарт-контрактам, и блокчейном, и обозревать будем проекты. То есть мы сегодня с продакшнем, с видео колоссальную программу заставили, как нам двигаться, как нам работать. И очень рад, что люди спрашивают и интересуются непосредственно технической части. Вот вопрос. Это все хорошо, но кошельки не работают, не могу ни оплатить, ни перевезти на другой кошелек. Это нужен апдейт или что? Это Игорь уже занимается. Ну тут на Игорь написали, я сразу отвечу. Игорь уже занимается. И на самом деле, да, мы обнаружили, что есть маленькие ошибки, и эти ошибки сейчас в процессе устранения. В будущем они должны быть устранены. Это может быть частный случай, это может быть случай непосредственно самого кошелька. То есть мы не знаем, как поведет себя блокчейн. Это не просто цифры. Каждая цифра в блокчейне – это определенный вход и выход из транзакции. Это определенный вес. Каждая транзакция имеет свой вес в битах. То есть это… И вот индексация каждого этого бита тоже накладывается в отпечаток. Поэтому разбираемся, копаем, и никаких ошибок в ближайшем будущем не будет. Если автор проекта получает 20% от собранной суммы, тогда вопрос, автор проекта должен указать, какую сумму в 5 раз больше? Нет. Вы показываете просто сумму в евро, которую вы хотите получить. Например, вы хотите получить 30 тысяч евро. Значит, вы указываете 30 тысяч евро, система автоматически пересчитывает в 30 тысяч платинкоинов, и 30 тысяч платинкоинов нужно заморозить одним или несколькими транзакциями. И самое главное, что это все показывается, когда на этапе формирования проекта вы вводите сумму в евро, и вам сразу же система пересчитывает и показывает, сколько это нужно в PLC. То есть полная информативность. Да. Дальше. Проект Банк. 200 PLC, где прочитать более подробное разъяснение. Дело в том, что более подробное разъяснение есть на блоге. Там есть в разных языках. Плюс по каждым серьезным таким проектам мы будем делать разъясняющие вебинары. Опять же, чуть-чуть наберитесь терпения. У нас платформа запустилась только в пятницу ночью. Мы все не спали, мы не запустили, и на выходных мы не могли работать в полную силу, потому что я просто ребят всех отпустил отдыхать, потому что они уже у меня падали просто смертью краба. Я сутки провел в дороге. Вот в 6 утра я выехал в субботу. В 5 утра в воскресенье я пришел, я уже оказался в Дубае практически ровно сутки. И вчерашний день был на меня очень тяжелый. Ну, об этом вырос. Так, будет ли акция покупки DoublePack за PLC? Нет, друзья, вот мы открыли за PLC два пакета, и другие пакеты предлагаться не будут. Будут ли Face ID в PLC Wallet, как это есть в ферме? Они предусмотрены, насколько я понимаю. У нас есть fingerprint? Нет, если я не ошибаюсь, у нас Face ID мы не включали. У меня просто нет iPhone. Нет, там есть Face ID в iPhone, и там есть Face ID, но оно не может работать вместе. Его нужно активировать. Будем делать это в iPhone тоже. Так, когда будут вместе с боксами, когда карты будут вместе с боксами отправлены? Нет, друзья, карты будут отправляться только по возможности доставки. Это значит, если мы можем, например, человек из Ганы, из Африки, будет участвовать в промоушене. Он карту не получит до тех пор, пока мы не будем выпускать карты в Гане. Но как только мы предложим карту в Гане, он автоматически получит свою карту бесплатно. Это просто как бы вы получаете резерв, а мы все равно в эти страны во все пойдем. По картам, чтобы там уже несколько вопросов, карты планируются ноябрь-декабрь, пока все по плану. Я спросил наш Financial Department, по картам они говорят ноябрь-декабрь, пока ничего не изменилось, не сдвинулось, поэтому жмем кулачки и ждем карты. Это будут карты, которые в принципе работают по всему миру, не только по Германии, а по Европе, как это сейчас работают, карты, которые выдаются в тесты, в пробу. Да, я хочу добавить по поводу Secure Box. Смотрите, уважаемые гости, пожалуйста, проинформируйте ваших партнеров. В ваших личных кабинетах есть кнопочка Secure Box Delivery, доставка Secure Box. Очень вот ручная работа, наш отдел Саппорта, это честь и хвала этим ребятам, очень много ошибок в заполнении информации по адресу, то есть там, где указан номер дома, указан номер телефона, там, где просят указать улицу, указывают страну, то есть и все это приходится практически вручную перебирать, то есть задержка в доставке исключительно в том, что очень много ошибок в заполнении контактных данных при доставке, то есть специально разбитые поля отдельно на каждый пункт, то есть ни на одном месте, как это можно было написать. Поэтому, пожалуйста, внимательнее обращайте, аккуратно и без ошибок заполняйте информацию о доставке Secure Box. Это позволит получить бокс вам раньше. Это правда. Если партнеры в Platin Hero будут донатить в проекты, я буду получать 5%, да, вы будете получать 5%, статус активный, неактивный, у нас... Это блокчейн. Это блокчейн. Мы пока еще не научили этому статусу. Мы научим, мы научим, мы научим блокчейн различать активно, неактивно. Вот. Так. Добрый вечер. Что будет с пакетами, когда уйдут из них фермы? Друзья, давайте мы сконцентрируемся сначала на то, что идет, да, что у нас сейчас есть. У нас сейчас пока все есть, у нас есть еще несколько дней. Не отвлекаемся на какие-то размышления, концентрируемся полностью на заканчивание акции, заканчивание ферм и полный вперед. Так, дальше. А что это Client Arres? Это что-то с благотворительностью связано. А, понятно, понятно. Будет ли какая-то система защиты от мошенников? О-о-о, ну это мы же по платинкоин говорим, правильно? Пока по платинкоин, скорее всего. Ну, мы с вами сейчас, да, комьюнити платинкоин, и уже, скорее всего, Алекс, на днях, буквально на днях, я сегодня это видел, как это работает. Два и фа. А, два и фа, ну да-да. Наш супербот, брендированный супербот, умеет деактивироваться, активироваться, отсылать, тетя пишкой. То есть, это защита от платинкоин аккаунтов. По платинхиру, так как у вас в платинхиру нет, грубо говоря, никакой личной информации, то есть, там нет балансов, нет ничего, со временем, конечно же, ущеленная защита в плане доступа к аккаунту, она будет внедрена. Но на текущий момент, так как нет ни одной личной информации, балансов, невозможно ничего украсть. То есть, там только лишь логин и пароль. Ну и плюс, конечно же, защита от фрода, но это вы не увидите. Это то, что работает под капотом. Да, дальше. Что у нас идет? Так, что я ответил? Мне ответил так. Да, вам тоже спасибо. Будет ли система защиты от мошенников на платинхиру? Ну, смотрите, друзья, лучшая защита от мошенников, это, конечно, сами пользователи. Мы введем, мы введем систему, может быть какой-то... А как ты их защитишься? Иначе... Или мы делаем очень строгие правила, через которые ты просто так не пройдешь. Знаете, кто-то, кто хочет обмануть, он все равно обманет. Кошелек подменять, если создать проект, невозможно. Ну да, тут говорится о том, что я там заявил о проекте, а проект не запустил. Сказал, что буду строить дом, деньги собрал, а дом не строил. Смотрите, друзья, дело в том, что обычно такой проект поддерживают сто людей, тысячи человек или больше. Гражданская уголовная ответственность никто не отменял. Значит, в принципе, эти тысячи людей могут поспадать на него иск в суд, обратиться в полицию о мошенничестве. И я думаю, что большинство людей не будут рисковать такими серьезными вещами, если они... Ну, опять же, ну, собрал ты деньги, убежал с ними, на тебя подали в суд с тысячу человек, ты... Это будет... Это будет строго. И плюс... Это будет сложно. И плюс второй раз ты уже проект нигде не разместишь. Поэтому я думаю, что и те люди, которые соберут деньги, они действительно будут строить или развивать, ну, или хотя бы пытаться это сделать. И даже если это произойдет, никто ничего не теряет, потому что никто никому ничего не дает. Все заработали свои 10%. И если такой случай прошел, значит, опять же, уголовная ответственность, она не отменялась, и большинство все равно боятся данной ответственности. Поэтому я думаю, что никакой, никакого мошенничества, такого сильно большого не будет. Потому что, ну, смотрите, если, например, это благотворительный проект, прежде чем к нему понесут, ему надо показать документы, какие-то ска, диагнозы, видео записать, чтобы это как-то видно было, я думаю, что тот человек, который явно сфабрикует какое-то мошенничество, ему просто не понесут деньги. Люди все это чувствуют и понимают. Ну, и еще модерация проходит. То есть, проекты просто так не могут быть опубликованы, они всегда проходят модерацию. Ну да, но опять же, это все равно человеческий фактор. Мы не можем гарантировать какие-то проекты. Самое интересное, что любой инструмент можно использовать как во зло, так и во благо. Но как можно больше зла мы отсеивать будем 100%. Николай Анатольевич пишет тут свою проблему. Пишите, пожалуйста, в суппорт, потому что этот вопрос не для чата. «Когда начнут работать блокчейн-места?» Да, друзья. Дело в том, что наши команды разработки сейчас были очень сильно заняты старым запуском Platinum Hero. Сейчас у нас по приоритетам идет Winner's Club, если я не ошибаюсь, и затем у нас идет блокчейн-места. Как только мы догоним это все, мы обязательно, как мы только реализуем наш план, мы обязательно с максимальной скоростью включимся и в блокчейн-места. Так. По поводу верификации в кошелька. Не переживайте, друзья, это все проходит. Просто огромное количество людей. Вы знаете, что у нас с вами не одна тысяча, не одна сотня тысяч партнеров из каждый день. Вот если можно, да, сказать, бэклог, сколько каждый день обрабатывается тут, то есть вот. Ну да. 1200 человек проходят верификацию в день. 1200 человек в день. До сих пор. И вот это, грубо говоря, каждое утро. Вот просто просыпаетесь, да, утром, вот начинайте работать с 1200 тикетов. То есть уходите с работы, а у вас уже 600, и утром приходит еще 600, и того снова 1200. 1200 человек в день. Опять же, мы не разглашаем наши чисто пользователи, чтобы вы понимали, 1200 человек в день проходят верификацию в день. А это новички, да, это чтобы вы примерно понимали наш рост. Будет ли возможность расторгнуть смарт-контракт? Хочется перенести в РН. Что это такое РН? Наверное, Platinum Hero. Вот это имеет цели? Нет, нельзя. Смарт-контракт расторгнуть нельзя. И еще большая просьба. Не нужно, ну, не должны заниматься самопоеданием. Ваши монеты не предназначены для Platinum Hero. Ваши монеты предназначены для фермы. Ваши монеты нужно отправить все в ферму. Если вы отправляете ваши монеты на Platinum Hero, по факту вы вредите системе, потому что вы ее обманываете. По счастливой случайности вы владеете монетами. В идеальном сценарии монет у вас быть не должно, но они у вас есть, потому что вас ими наградили, вы их добыли, вы их заработали, они у вас есть. Но система Platinum Hero должна, она чистая, она как раз непорочная. Мы не можем ее подпитывать монетами, которые идут у вас из аккаунта. Вот когда вы положили в ферму и те монеты, которые вышли из фермы уже с мидерами, эти окей. А до этого те монеты вы просто стреляете сами себе в колено и мы не можем быстрее бежать. Потому что, если бы можно было отфинансировать все проекты монетами, которые есть, мы бы взяли технические монеты, засунули бы все проекты, они бы все отфинансировались и вообще было бы просто выловить чудо. Но такого не бывает. Платенхиро нуждается в свежем капитале. Вся экономика должна сейчас получить свежее вливание энергии, а не то, что уже работает 2-3 года. Поэтому, друзья, ваши монеты предназначены только для одного, чтобы сделать вас, дать вам финансовую свободу, обеспечить вас дополнительными ресурсами. Не нужно сейчас им злобо отреблять. Хотите помочь проекту, пригласите 10 человек, которые помогут проекту, которые пойдут на рынок у вас, на бирже. Я не знаю, где купят этих монет. Реально, даже если они будут с какой-то скидкой в чате, я видел чат, торгуете, все нормально. Пусть они их купят и реально тогда используют. Деньги должны попасть в товарооборот. Они должны зайти в систему, иначе мы будем гонять только воздух, а это никому не нужно. Это нужно понимать. Ваши монеты предназначены только для того, чтобы вы положили в ферму или пошли продали на бирже. Все. Никакого платингхира быть не должно. В этом вся сущность. Если вы их продали, кто-то их купил и положил, это другое дело. Потому что произошел взаимообмен пиатр на пинокрипту, вы получили эту энергию. Что вы с этой сделаете с этими деньгами? Вы ее дальше куда-то примените, что-то купите, поедете. И вот этот товарооборот запускается. А когда идет просто обмен ничего на ничего, получается ничего. Можно? Да, конечно. так. О, спасибо, нас похвалили. Какие мы классные и добрые. Спасибо большое. Так, Игорь и Алекс и вся команда. Мы лучшие. С благодарностью за все. 11. Время пришло. Спасибо большое. Так, будет ли уточняться адреса и пересылки карт? Карты вы проходите верификацию в банке и банк уточняет всю вашу информацию. вообще к этому ничего не имеем никакого отношения. И именно карта идет с самого банка прямо вам домой. Мы ничего никому не пересылаем. У нас нет таких прав. Так, когда будут отправлены карты Legend? Дело в том, что карты Legend Edition пока еще не производились. У нас здесь есть два варианта. Вы можете попросить вернуть деньги обратно или вы их ждете пока мы их произведем. надеемся, что первые карты Legend Edition будут уже где-то действительно в ноябре в декабре произведены и в срочном порядке доставлены их владельцам. Я думаю, что эти пару месяцев роли не сыграют. Я советую каждую чуть-чуть подождать. Опять же, деньги, которые были получены за карты, они не тронуты, лежат. Если вы захотите их вернуть, а будет на дэшборд, да, будет. Так. Так, если здесь, да, это старая очень тема, когда вы при верификации указываете свой внутренний паспорт, просто прибавьте к нему 10 лет, срок годности и все. Как у вас? Так, приветствую вас. У нас не работает бот в личном кабинете. Имеется в виду митинг юнит? Ну да, надо посмотреть. Опять же, пишите support. Потому что так мы ничего не можем сказать. Вы будете в Москве 21 сегля на конференции по блокчейну? Да, это мы планируем сделать, но если, конечно, какие-то высшие силы не вмешаются в данное событие, но мы все по плану, все должно получиться. Хороший вопрос. Как будет бороться с компаской? Так, как быстро будут выводиться на кошелек монеты из дешборта, а если проект схлопнется, вложенные монеты нами пропадают? А что это? Как это? Это мы, что ли? Вообще я не знаю. Друзья, мы на 4 я даже не понял мы 4 года, почти 5 год уже на рынке. Никаких схлопываний не планируется и не будет. Мы построили самую крутую систему, которая вообще возможна на блокчейне. Но, во всяком случае, круче нас на рынке нет. схлопываться нужно быть полным глупым человеком, чтобы отдать такое. Это все равно, что придумать айфон и сказать, не будем его производить, давайте идем в другое направление. мы сделали с вами чудо, которое работает. На самом деле на технологии никто не может его понять, никто не может в это поверить, но оно работает. Это как с полетом. Я вас прошу, вы умеете летать? Не умею. А на чем мы прилетели сейчас в Дубай? Вот на чем ты приплыл на лодке, что ли? Нет, все прилетели он на самолете. Технология дает нам возможность летать, плавать, решать сложнейшие задачи, переносить картинки. Вот я сейчас в Дубае и разговариваю с вами во всех уголках. Это все делает технологию. И с нами точно так же. Так никто не удивляется. Сейчас трансляция идет на весь мир и это никого не удивляет. Да, никто не спрашивает, а как работает вот эта вот эта самая лайвстейн? Вот у меня камера. Как она? Откуда энергия? Все уже привыкли. И к нашему проекту тоже скоро привыкнут. Как будут с реферальными колбасками в Платин Хира? А их нет. У нас один уровень. Всего один уровень. Если вы поставите во второй уровень, вы уже ничего не заработаете. Поэтому никаких реферальных колбасок не будет. Лидеры сейчас скажут, ага, не будет. Мы придумаем. И там на самом деле главный кошелек. То есть для того, чтобы назначить главный кошелек, предложение PLC-волет, логин и пароль. Окей, вы его назначили. А дальше что с ним делать? Нужно приглашать людей из первой линии, чтобы получить комиссию. когда будет банк, предусмотрен ли обменник, друзья, чтобы вы понимали, что такое банк, это у вас будет аккаунт фиатных денег. Евро, доллар, рубли, что хотите. Потом у вас будет аккаунт биткоинов. У вас будет биткоин, BTC-аккаунт. Вам не нужны приватные ключи. В банке будет аккаунт биткоин. И точно так же будет аккаунт платинкоин. И вы сможете между аккаунтом, вот есть у кого-то приложение Альфа-банка или еще что-нибудь из Сбербанка с мультивалютностью, где вы можете иметь адвокэш. Адвокэш есть. Евро, доллар или еще что-то. И вы можете просто менять их между собой. Вот точно так же работает и банковское приложение, и банковский дешборд. Вам не нужна больше ни биржа, ничего. У вас все в одном вашем кабинете, который принадлежит банку. Понимаете, что такое банк? Это не будет вопросов доверия, это не будет вопросов проверок или еще что-то. И плюс, представьте, какой оборот делает банк. Ни один биткоин даже с одним простым банком в обороте сравниться не может. Это миллиарды, которые они прокручивают. И, ну, представьте, монета, за которой стоит собственный банк. Там вопрос совсем о других будет уже в величинах, объемах и о другом курсе идти речь. Куда попадает автопроект? Это вопрос, там еще ниже есть другой вопрос по рефералке. Я могу, ну, можем ответить на них вместе, то есть давайте чуть-чуть подождите. так вот здесь. Значит, смотрите, друзья, когда финансирование еще идет? Наверное, тебе здесь лучше ответить. Давай. Смотрите, у нас есть разные статусы. У нас есть с вами проект, который заявил, что я хочу запрать, заморозить, да, моя цель по заморозке, допустим, 100 тысяч платинкоин. на все это у меня есть один год. Но так получилось, что наша комьюнити поддержала данный проект и отфинансировала его за месяц. У меня есть выбор. Или же я достиг нужной суммы, мне больше не нужно. Я нажимаю на больше не нужно. Хватит. Я прошу на моего аккаунт-менеджера, администратора, пожалуйста, завершите мой проект. Я уже не хочу собирать денежку. Я не смогу ее потратить и не смогу выполнить обязательства перед своими партнерами. Окей, тогда проект закрывается и смарт-контракт отпускает вот все, что наметилось. 10% донатору, 20% проект-стартеру, как мне, я получил за участие. Но я могу продолжать собирать деньги дальше до того момента, пока не закончится срок сбора. То есть вы все видели, что на платформе есть дата начала и дата окончания вплоть до часов. То есть почему до часов? Потому что это блокчейн, он не может работать просто так. Вот сегодня 12 октября, по идее, какая дата сегодняшняя, с какой даты брать начало, с 0 или с текущей даты, когда нажал на кнопочку. То есть поэтому все фиксируется вплоть до минуты. И вот если мой проект до окончания этого проекта, до окончания я подам заявку на закрытие, тогда да, можно продолжить сбор хоть до конца этого года и по факту закончиться и отметить еще раз, вернее, разморозить сети коины всем участникам. И если мы уже сгорели про смарт-контракты и партнерскую программу, вот вопросы, которые здесь звучат насчет проект-скаутов, консультантов. Все просто. Вот смотрите, у меня сейчас есть Алекс. Алекс, будете в моей первой линии? Не решили подписать. Буду. Смотрите, вот, например, я нашел на платформе классный проект. Я говорю, Алекс, смотрите, вот шикарный проект, регистрируйтесь по ссылке и поддерживайте. Алекс, хорошо. Легко. Алекс зарегистрируется по моей ссылке. Это не мой проект. Я просто нашел любой на сайте. Алекс зарегистрировался, ему понравился проект, он сделал донат. Я, как его спонсор, получил 5%. Вот я консультант. Я проделал работу однажды, подписал Алекса, и теперь Алекс с каждого своего доната в любой проект 5% идет на мой кошелек, главный кошелек. Проходит месяц, и тут Алекс решает, подождите, я могу поддерживать, а давайте меня поддержим. И Алекс создает свой проект, крутой, нереальный и революционный, и так как он в моей первой линии создает свой проект, я для него являюсь тоже спонсором, и если Алекс будет успешен, 5% от суммы, которая соберет его проект, уйдет мне на кошелек. И это все по правилам смарт-контракта. Тут уже, извините, вы не вправе ничего начислить или отчислить, это уже механика и сама природа, это математика начисляет всем. Ну что, гениально. Так, давайте дальше. Значит, если консультант и скаут два разных человека, неважно, у вас у каждого... Вот, я был один. У каждого человека есть 4 роли. Да? Да, вы можете запускать проекты, вы можете поддерживать проекты, вы можете сами участвовать в проектах, или вы можете рекомендовать проекты. Рекомендовать проекты. 4 роли. Так, как система отличает свежие от нечистых? никак. Дело в том, что вы, это только, как говорится, на вашей совести, вы отсылаете монеты или их замораживаете. Я призываю поддерживать, чтобы вся комьюнити поддерживала наше направление, чтобы наш платинкоин рос, потому что, если мы начнем муклевать, но мы, на самом деле, обманываем только сами себя и сами же от этого и пострадаем. если бы обманывали, уже, ну, просто так не делается бизнес. Какие условия будут, когда запустятся места? Так, ну, места запустятся, и условия мы вам расскажем. Тогда надо, скорее, чтобы заработали места. Так, будут свободные монеты, а биржи – это долго, мало и процент немаленький. Ну, хорошо. Что значит… Не знаю, что заработал. Что значит, я не знаю, что заработал. Не понял. пока. Так, вознаграждение 10% по смарт-контракту начисляют сразу после того, проект набрал нужную сумму. Как только нажали на кнопку или истек срок, сразу прилетает вознаграждение всем. На самом деле, смарт-контракт, он создает коины в момент подписи. Это важно. Но отдает их, размораживает, доступными делает по факту исполнения условий. Так, супер. Так, 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 так. Ну что, давайте еще… Мы почти подошли к концу. Так, доброго. Хорошая. Да, запоминтовали. Конечно, запоминтовали. Все это гениально. Опять же, мы… Одной технологии не хватит. Если вы скопируете просто одну технологию, вам не хватит. Дело в том, что успех нашей площадки заключается именно в совокупности всего. И я понимаю, что вы боитесь, что там, Facebook нас скопирует или еще что-то. Им легче нас купить, чем копировать. Ну, я вот так, утрирую. Не будут. Это очень сложная технология. Маленькому она не по зубам. Большой не будет с этим заниматься ерундой. Тем более, явно, что у нас есть и патенты, у нас есть и все вещи. Мы… Никто судиться с нами не будет. Поэтому большие, они сейчас делают по-другому. Они просто предлагают много денег и покупают. Поэтому здесь бояться ничего не нужно. И не только русские. Срочно нужен русский язык на платформе. Платформа пока не может предложить мультиязычность. Она предлагает только англоязычный сайт с возможностью там локализации. Новая платформа будет, соответственно, локализована на большинстве языков. Так, что благодаря компанию… Спасибо большое. Вот у нас слезы. Огромная благодарность. Всем здоровья удачным. Можно ли использовать банк для своего предприятия? Конечно, можно. Вы можете открыть нам корпоративные счета. Просто заморозьте данное количество монет. Время для бизнес-ланча в Дубае. К сожалению, пока нет времени. Я вот сегодня только позавтракал. Сейчас меня ребята чуть-чуть накормили. Пока нет. В проекте. Как они по окончанию заморозки предполагают и происходят уже на кошельке, могут вернуться в свои фиатные деньги, которые пользуются на покупку монет. Но опять же, если они хотят выйти из системы, они просто обменяют коины обратно на фиат и выходят. Или они могут использовать коины на следующий проект. И на следующий проект. Купить на эти монеты часть какого-то продукта. Или-или. Конечно, можно открыть. Для этого он и придуман, чтобы вы открывали в нем свои счета. И, конечно же, корпоративные. Вы красавчики. Вы красавчики. Спасибо. Дебетовые карты посылает банк, экспресс-почта. И там очень все быстро. Так, повторяются вопросы. Да-да-да, уже пошли повторения. Вот это уже хочу знать. До какого числа должны быть заполнены подарочные купленные фарм-кошельки? Заполняйте. Это мы расскажем чуть попозже. Сколько будет стоить 1 PLC в январе? Вот надо учитывать 1 января или 2-го. Это два разных дня. 30-го. Следующего года. Нет, на самом деле давайте просто работать. Давайте создадим огромный спрос на платин хиро. И пределу роста монеты просто не будет. Не будет у вас вопрос, сколько он будет стоить. Он будет просто расти. Вот все зависит от нас. Мы все сделали для того, чтобы монета была и 100, и 200, и 1000. Мы все для этого сделали. У нас есть все инструменты. Нам нужно просто сейчас это взять и сделать. Все зависит от нас. Будем ли леститься на Binance? Пока Binance не приступен, но мы там уже... Лед немножко подтаял. И я думаю, что в ближайшем будущем мы и на Binance заберемся. Так. Если человек придумал проект, у него нет патента, но это плохо. Он, конечно, может выставлять, но вам нужен патент, в конце концов, чтобы защитить вашу технологию, потому что одно дело, это наша технология, которая нормальный, меняемый человек, он не будет на нее замахиваться. А другое дело, там, не знаю, тот же фильтр повторителей, производство как-то наладит. Это совсем другая вещь. Пока. Про космос спрашивают. Нет, ничего не расскажу. Так, так, так. Круто, спасибо. Все, друзья, через 10 минут начинается немецкий вебинар. Я вас благодарю. Мы этот вебинар потратили на то, чтобы ответить на большинство ваших вопросов. Но еще тем, что это хороший вебинар. Я думаю, что это хороший вебинар. Я думаю, учитывайте в момент, что у нас еще действует акция. Самое главное, что вы должны увидеть, наша технология работает. Мы ее вам открыли. Каждый может убедиться, что технология работает, она абсолютно уникальна. Ни у кого в мире такого нет. Никто не может предложить бесконечные ресурсы, бесконечному количеству проектов. Это в мире уникальнейшая платформа. Ни один, даже тот же самый Иван Маск, не смог это придумать. А мы этим владеем. У нас с вами это есть. Поймите, мы сейчас получили абсолютную суперсилу. Я, возможно, пересмотрел в свое время фильмов про Человека-паука, про Супермена, про зеленых фонарей. У них у всех была суперсила. Я все время мечтал, какая же у нас будет суперсила. У нас с вами суперсила – деньги. Вот наша суперсила – это деньги и наше доброе, чистое, большое сердце, чтобы эти деньги использовать во благо, чтобы был рост, чтобы было развитие. Потому что любую технологию можно использовать в добрых намерениях или в злых. Неважно, можно телефоном делать видеоролики и открывать миры, а можно этим же телефоном снимать какие-нибудь запрещенные видео и за кем-то шпионить, а потом размещать это в Ютубе и делать человеку сумасшедшую жизнь. Технология одна, использование разное. Я призываю вас использовать нашу технологию во благо. Давайте финансировать проекты, помогать людям, спасать жизни, строить, добиваться, развивать. Мы полностью можем это сделать, потому что у нас с вами есть суперсила, мы с вами платиновые герои. И никто не может с этим поспорить. Все, друзья, большое вам спасибо до следующего вебинара. Я надеюсь, вы сегодня подзарядились энергией, вы сегодня увидели. Мы немножко тут, мы, конечно, сегодня загнали нас с утра и вот до... У нас сейчас 10-й час вечера. Вот. Все, большое спасибо до следующего вебинара. Пользуйтесь промоушен, пользуйтесь тем, что есть еще фермы. Дело в том, что ваша задача иметь как можно большие фермы, как можно больше монет, как можно больше мест, как больше... Чем больше выше ранг. Вам нужно перед большим глобальным взрывом затариться по максимуму, как говорится, чтобы у вас было все. Потому что, если просто представить, в такой ситуации, если у вас ничего нет, и этот взрыв положительный произойдет, и вы увидите, как мы полетим, все будет классно, и вы поймете, что вы с 2017 года с вами, а у вас одна ферма и то подарочная за 74 монеты, и она у вас еще не наполнена, даже там 3 монеты лежит. Ну, друзья, тогда вы... Никто вам не виноват. Ну, что я могу сказать? Значит, это будет очень-очень дорогой жизненный урок. И в следующий раз вы будете делать все быстрее и правильнее. Я желаю вам удачи, до следующего вебинара. Счастливо. Пока. Ну, скажи пока. Всех благ вам, удачи, а мы снова за работу. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok